МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто готов прийти на помощь, об этом прямо сейчас. На этой карте вся география продаж и каждый год на ней отмечают новые точки. Продукцию Новочебоксарского завода металлоконструкции поставляют в половину регионов страны, а также в Белоруссию и Казахстан. Это сейчас здесь выпускаются десятки видов продукции, а начиналось все с шампуров и мангалов. Единственная проблема в товарах для отдыха – это их сезонность. Хорошо, что мы работали с крупными торговыми марками, всякие там Форестер и Милинг. То есть мы работали под них. Они нам заказывали на сезон. Мы ее делали перед сезоном, начиная где-то, наверное, с сентября месяца по май. А дальше у нас практически работы не было. И плюс еще, когда они нужны всем, тогда и самая работа, и эта нервотрепка, и аврал постоянно и так далее, и так далее. Потому что всем же нужно быстрее. И сейчас. А человек, который заплатил деньги, он вообще считает, что мы должны уже просто сразу отдать все. Сейчас на Новочебоксарском заводе выпускают сборные стеллажи, почтовые ящики, аптечки и даже ключницы. Это одна из моделей на 600 ячеек. Подобные в стране не производят ни одно предприятие. Спрос на продукцию завода за последние годы увеличился. На это повлияло и развитие рынка жилищного строительства. Нам удалось. И 16-й, и 17-й, казалось бы, такие года очень провальные. У многих, кстати, были. Нам как-то удалось все-таки. Мы не упали. Практически ни в объемах не упали. И не стояли. Всегда работали. Главное, чтобы просто заниматься делом. Оно потом цепляется, цепляется потихонечку. Там зацепилось, тут зацепилось. Всех же нельзя, всех обхватить. В ближайших планах – выпуск специализированных сейфов для хранения оружия. Чтобы поставить производство на поток, приобрели новое оборудование. В Министерстве экономического развития готовы предприятия поддержать и выделить субсидии на модернизацию цехов. О том, насколько климат благоприятен, можно судить о том, как развивается бизнес, динамика, количество субъектов малого предпринимательства, динамика положительная. Чем эффективнее будет развиваться малый бизнес, тем лучше, естественно, будет и экономика города. Она не будет зависеть только от одного-двух градообразующих предприятий. Еще один инструмент развития предпринимательства в республике – микрозаймы. В региональном агентстве поддержки малого бизнеса кредиты готовы предоставить по сниженной процентной ставке. На мой взгляд, это очень эффективная форма господдержки, очень востребованная. И если даже по Новочебоксарску смотреть, в прошлом году 18 субъектов малого предпринимательства воспользовались этой формой господдержки. У Рубин предоставлялись займы на пополнение оборотных средств под сниженную процентную ставку, как для производственников, расположенных на территории моногорода, в городе Новочебоксарск. Для производственников она составляет 8% на весь период действия займа. Микрозаймы от правительства предоставили этому малому предприятию. Вот так станок плазменной резки производит в детали для себе подобного станка. Без этого оборудования сейчас не сможет обойтись ни одно металлообрабатывающее предприятие. Раньше это было, ну, дядя стоял с газорезательной машиной, допустим, газорезчиком и так далее, или там что-то, там, перили какими-то механическими пилами. Вот. Сейчас это уже немыслимо делать. То есть задается программа, металл фигурно вырезается, потом дальнейшую обработку происходит. Это один из важнейших этапов производства станков плазменной резки. Их оснащают интеллектуальными панелями управления. Именно система программного управления позволяет вырезать металл любой формы и размеру. Те же самые узорные изделия делаются. То есть какие-то элементы ажурной резьбы на воротах, на дверях металлических. Вот. Соответственно, мангалы, флюгера, ЖБИ-конструкции. То есть какие-то закладные элементы, какие-то там металлокаркасы. На заводе планируют поставить на поток и производство станков лазерной резки. Спрос на них сейчас увеличивается. Чтобы приобрести необходимое оборудование, предприниматели намерены вновь обратиться за микрозаймами от правительства. В Козловском районе клиентов АПМБ становится все больше. У них есть достаточно неплохие продукты кредитования. То есть по небольшим процентным ставкам. Льготные и гибкие условия кредитования. То есть там возможно оплата по каким-то, так скажем, месяцам. В частности, нам было приобретено грузоподъемное оборудование, компрессор винтовой с воздухоподготовкой и построена окрасочная камера. С этого года подать заявку в Агентство поддержки малого бизнеса стало возможным и по принципу одного окна. Для предпринимателей и юридических лиц, расположенных на территории Чувашской Республики, есть условия такие, как подать заявку через многофункциональный центр. Там, где нет представительства Агентства поддержки малого бизнеса. Раньше заемщики приезжали к нам в офис, оставляли заявки. Новая услуга должна отразиться на развитии рынка микрофинансирования. В вопросах развития малого бизнеса Агентство выступает проводником правительства. Обратиться за поддержкой могут даже начинающие предприниматели. Максимальная сумма кредита – 3 миллиона, ставка до 12%. Центр инновационных технологий – 1 из 47 тысяч малых и средних предприятий Чувашия. Развитие этой сферы отражается на доходной части бюджета Республики. Ведь от бизнесменов поступают многомиллионные доходы. К слову, в правительстве региона расширяют и меры поддержки предпринимателей. Это приносит свои плоды. Как за последние годы изменился бизнес-климат в Чувашии, расскажем прямо сейчас. Только в Республике оборот продукции субъектов малого и среднего бизнеса в прошлом году превысил 300 миллиардов рублей. Налоговые поступления также от субъектов малого и среднего предпринимательства ежегодно увеличиваются почти на 10%. При положительном тренде по росту числа субъектов предпринимательства также требуется решение задачи. Мы ее видим в увеличении оборота предпринимателей, сложности добавочной стоимости производимого продукта, обеспечения экспорта разных видов продукции. За два прошедших года на развитие предпринимательства из бюджета Республики направили порядка 500 миллионов рублей. Субсидии помогают бизнесменам принимать участие в выставках, возвращать в оборот затраты на модернизацию, обучать и повышать квалификацию работников. Эти меры поддержки лишь малая часть приоритетной программы «Экономическое возрождение Чувашии». Также в 2017 году у нас в Республике была одна из самых низких налоговой базы. Это по специальным налоговым режимам четвертое место среди 14 регионов ПФО. При этом по сравнению с 2016 годом такая вот нагрузка снизилась на 13%. На системной основе также мы принимали участие в проведении всех дней малого и среднего бизнеса в районах Чувашской Республики, которые были организованы Министерством экономического развития и Республиканский бизнес-инкубатором. Там нами обсуждались назревшие проблемы предпринимателя, оказывалась необходима консультативная помощь и достигалась главная задача через активное взаимодействие с предпринимательским сообществом доносить его проблемы до различных ветвей власти. Кошмарить бизнес в Республике стали реже. Рискориентированный подход помог сократить количество необоснованных проверок. Многим не верилось, что, например, МЧС, Роспотребнадзор, некоторые другие контрольнадзорные органы снизят количество проверок даже в 6 раз. Все это позитивно воспринимается. Уже сейчас нет таких проблем, о которых я говорил, когда предприниматель боится прихода инспектора. Рискориентированный подход предполагает то, что если ты не нарушаешь, тебя не будут включать планы проверок. То есть это стимулирует предпринимателя вести свой бизнес добросовестно, не допускать нарушений законов. Ну и, соответственно, это не отвлекает бизнес на соответствующие процедуры административные. Для строительства производственных площадок бизнесменам в Республике предоставляют готовые участки с подведенными коммуникациями. В столице региона создали индустриальный парк для более чем 20 резидентов. А в Канаше после получения статуса территории, опережающего социального и экономического развития, для предпринимателей предусмотрены налоговые льготы и снижение страховых взносов. Будут платить 5% всего-навсего от налога на прибыль. Это на 5-летний первый период. Потом на еще последующие 5 лет – это 10%. И только 10 лет – это такая льготная, как бы сказать, среда. Потом еще на 5 лет могут продлить, если финансово-хозяйственная деятельность будет вестись надлежащим образом. Это, во-первых. Во-вторых, от фонда зарплаты, который отчисления делают, вместо 30% – 7% всего-навсего. Это вообще льготные условия. На сегодня практически Канаш должен получить второе дыхание, на самом деле. И рассчитывая на то, что предприниматели будут там организовывать свои любимые дела. Доверие бизнес-сообщества к органам власти растет. Такие данные приводят эксперты. Количество предпринимателей увеличивается с каждым годом, и сейчас они обеспечивают рабочими местами порядка 400 тысяч человек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА